Здравствуйте, друзья! Хочу поделиться опытом эксплуатации вот такого инкубатора. Он называется «Идеальная наседка». Что он собой представляет? Внутри инкубатора находятся пластины, которые нагревают объем, создавая необходимую температуру. Для поддержания температуры есть внутри аналоговое тепловое реле. Ну, это реле, конечно, уже устарело, поэтому я поставил более точное реле, цифровое. Там всего лишь две кнопочки. Устанавливаем минимальную температуру и максимальную. И нагреватель происходит, нагреватель происходит нагревание от минимальной температуры до максимальной. Вот это все, конечно, хорошо, но есть очень большой недостаток у этих пластин. Это тепловая инерция. Что такое тепловая инерция? Это значит то, что пластины после нагревания продолжают оставаться теплыми. И температура не понижается, а повышается. После этого только уже начинает она понижаться. То есть, так называемый гистерезис. Вот, поэтому такой режим для яиц не очень хороший. Эмбрион не любит перепады температуры. Вот, далее. Это был первый недостаток. Второй недостаток. Неравномерность нагревания по всему полю. Инкубатор этот очень большой. 63 яйца. Я даже разместил в нем 65 яиц. И я теперь волнуюсь, смогут ли обладатвориться все эти яйца. Потому что я измерял температуру по полю. То есть, в центре и по краям. Разница получилась в 2 градуса. Это очень много. Это очень много. Поэтому, здесь, ну, ничего не сделаешь. Такая конструкция. Если бы был еще, может быть, здесь вентилятор, он бы гонял бы немножко лучше. А когда пластины не происходят конвенции воздуха, это очень плохо. Вы можете сказать. Ну, 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 и что подумаешь. Там, допустим, вместо 5 бракованных птенцов будет, допустим, 7 или 10. Но это не очень хорошо. Почему? Потому что яйца обычно мы покупаем инкубационные у кого-то где-то. И яйца эти очень дорогие. На данный момент одно инкубационное яйцо стоит 2 рубля. Это чуть-чуть дешевле, чем 1 доллар. Поэтому, конечно, требования должны быть к инкубатору более высокие. Далее. Влажность. Влажность регулируется в этом инкубаторе следующим способом. Под решеткой с яйцами находится корпус просто инкубатора. И там находятся ячейки, которые можно налить в воды. И после этого происходит с них испарение. Но, допустим, вы налили туда воды. Она начинает испаряться. Вы обнаружили, что там влажность не соответствует. Как изменить влажность? Вытаскивать яйца и выливать в воду тоже не очень хороший вариант. Поэтому это уже третий недостаток. И, конечно же, четвертый недостаток, очень большой, который касается всех нас с вами. Это высокая стоимость. Можно зайти на куфа и посмотреть, какие есть инкубаторы и почем. Хороший инкубатор с хорошими характеристиками стоит 935 рублей. Хуже уже получается стоимость 700, 500, ну 300 рублей. Но это все равно дорого. Потому что эти инкубаторы, конечно, таких денег не должны стоить. И тем более, в основном, кто покупает такие инкубаторы. Если я живу в городе, мне нужно 10 курочек, зачем мне инкубатор на 63 яйца? Зачем он мне нужен такой? Это компактный, маленький инкубатор, который не занимает много места и который более стабильно работает. Вот поэтому, что я решил отказаться от этого инкубатора. Да, да, да. Отказаться на все время. Потом я, наверное, даже его и продам. Почему? Потому что он мне не нравится и он не соответствует... Ну, все характеристики не соответствуют тем требованиям, которые я хочу получить от данного инкубатора. Что я решил тогда? Я решил тогда сделать сам. Да, решил сам сделать. Думаю, сделать инкубартор. В принципе, может быть любой мастер, у которого есть желание. Вот. Поэтому мы сейчас переходим к другим инкубаторам, которые сделал сам. Самостоятельно. Вот, да. Давайте еще, да. Я забыл показать, что внутри у этой наседки, которая не совсем наседка идеальная. Здесь, видите, находятся яйца. 65 яиц. Там внутри измеритель влажности и температуры. Вот. А здесь у нас цифровой регулятор температуры. Здесь я уже приклеил свою бумажку такую, чтобы следить за режимами работы инкубатора. Вот такой вот получил такой вот инкубатор. Я решил попробовать. Вот. Теперь мы перейдем к инкубаторам, которые совершенно не такие, как этот инкубатор. То есть, сделаны с учетом современных требований. Все. Переходим. Очень похожие. Но похожие они только по внешнему виду. Внутренности у них. Начинка совершенно разная. Даже разный принцип работы. Ну, с чего начнем? Начнем мы с аналогового инкубатора. Что он собой представляет? Это такая емкость. Корпус сделан из полипропреплена. И все внутри видно, что происходит. Вот. Здесь имеется окошечко, которым можно регулировать влажность. А внутри находится схема управления. Семистерный регулятор. Четыре лампочки. Вот. И внутри находится измеритель влажности и температуры. Как работает этот инкубатор? Очень просто. Мы ложим в лоток яйца 25 штук. Лоток размечается внутри корпуса инкубатора. На дно наливается вода. Примерно на высоту один сантиметр. После этого ложится два поплавка деревянных. На них ставится эта чаша с яйцами. И выставляется температура. Температура регулируется вот этим семистерным регулятором. Здесь есть шкала и можно точно выставить необходимую мощность. То есть температуру. Вот она так вот происходит. Допустим, перед тем, как работать, мы сначала должны добиться необходимой температуры 37,8. Вот мы следим за температурой по этому термометру электронному. И также сразу смотрим за влажностью. Когда мы установим 37,8 температуру, вот так вот, это значит будет та необходимая нам температура. Если нам необходимо изменить влажность, для этого есть окошечко, которое можно закрывать и плавно регулировать влажность. Это очень удобно. Все. На этом можно и закончить. Температура поддерживается заданной. Если большой плюс этого инкубатора, то что если пропадет напряжение, потом появится, оно снова так же будет дальше работать. То есть инкубатор очень простой. Здесь просто ломаться нечем. И удобно очень. Он не компактный. Если вам нужно 2-3 десятка яиц, можно поставить сюда чашу немножко большего размера, будет 30 яиц. С данной чашей, которая сейчас здесь, там 25 яиц заходит. Все. Осталось 21 день обождать, контролировать влажность, температуру и ждать. Все. Вот такой вот получился компактный, удобный. Одно удовольствие посмотреть на него. Вот. Но это считается инкубатор аналоговый. Теперь посмотрим на цифровом инкубаторе. Как происходит нагревание и поддержание температуры. Для поддержания температуры здесь используется другой принцип. Совершенно другой. Здесь, да, 4 лампочки используются. Вот. Но нагревание идет периодически включением-выключением лампочек. Для чего это сделано? Для того, чтобы работали электронные реле. Вот это вот реле цифровое. Ему нужна минимальная и максимальная температура. Вот видите, сейчас она выключилась. Остывает внутри воздух. Потом, когда он достигнет 37,4, он сразу включится. Когда он достигнет 37,8, он выключится. И так вот периодически он включается-выключается. Вот. Вот на таком принципе работает этот инкубатор. Тоже очень хорошо работает. Влажность здесь тоже можно регулировать. Внутри имеется измеритель влажности и температуры. И также температура регулироваться может вот этим самим приборчиком. Вот. Здесь задается минимальная и максимальная температура. Какая особенность вот этого регулятора? Если сделать, допустим, переключение температуры 1,1 градуса, то он будет постоянно щелкан. Он включает, включение, выключение, включение, выключение. И этот реле очень быстро может выйти из строя. Из-за того, что схема эта электронная, но исполнительное устройство механические контакты. Они будут постоянно подгорать, гореть и потом выйдут со строя. Поэтому желательно, чтобы интервал между минимальной и максимальной температурой был, ну, такой, допустим, здесь я настроил 0,4 градуса. То есть температура нагревания идет 37,4, а выключение 37,8, 0,4 градуса. Это, в принципе, нормально. Вот на таком принципе работает этот инкубатор. Инкубатор очень удобный, он компактный. И 25 или 30 яиц можно очень легко здесь высетить цыплят. Вот. Там же внутри тоже имеется водичка, которая под корзинкой находится. Она создает влажность необходимую. Процент влажности регулируется заслонкой в окне. И через это окно можно наблюдать более точно за процессами происхождения, прохождения этого периода. Так что вы скажете, какой, тогда лучше выбрать. Это все зависит от того, как вы относитесь к электронике. Почему? Потому что вот этот электронный устройство, если где-то произойдет пропадение света и потом включится, эти настройки сбрасываются, и он не будет просто работать. Надо по-новому будет настраивать температуру включения, выключения. Нельзя никак. Ну, можно поставить бесперебойный блок питания от компьютера, но это тоже, я бы сказал, что не очень хороший уже такой вариант. Вот. Механический инкубатор, вот этот вот, он в этом плане лучше. Там даже если пропало напряжение, оно снова включится в том же режиме, и он будет работать стабильно и более надежно. Здесь нету никаких контактов, которые переключают свет. Он постоянно горит, но меньшей мощностью. Здесь ярко горит, но свет постоянно то включается, то выключается. Вот такая вот периодичность выключения. Здесь все стабильно работает постоянно. Для яиц этот вариант однозначно лучше. Почему? Потому что здесь стабильная температура постоянно. Здесь скачки идут постоянно температуры. То выше, то ниже, то выше, но ниже. Вот такой принцип работы. Большинство сейчас инкубаторов, все работают на этом же принципе. То есть включение-выключение, включение-выключение. Используются разные тены. Могут быть нехромовая проволока, могут быть тены такие большие пластины, могут быть лампочки. Лампочки лучше всего. Почему? Потому что их можно потом заменить, если захотите. И у них нет гистерезиса. У этих лампочек нет гистерезиса. Потому что тепловая емкость у них очень маленькая. Только выключится инкубатор, сразу он начинает охлаждаться. А вот в идеальной насетке, помните, мы вначале смотрели, там огромнейший гистерезис. То есть пластины там теплоемкие. Когда выключается инкубатор, эти пластины все равно греют и добавляют, добавляют температуры. И это очень плохо. В этом инкубаторе нет такой тепловой инерции. Поэтому он этим и хорош. Так что выбирайте, какой вам инкубатор нравится. Такой выбирайте. Но инкубаторы два очень хорошие. И это моя собственная разработка, которой я и делюсь с вами. Все, пожалуйста, пишите на Viber. Все, пока-пока.